я вас приветствую дорогие подписчики и зрители канала с вами вампир и я продолжаю проходить модификацию под названием стражек игре legend of grimrock 2 и так далее друзья продолжаем мы с вами зачищать проклятый берег сейчас мы с вами выйдем к прибрежные линии посмотрим что же нас тут интересненького ожидает покажется ни единой души я не наблюдаю это очень странно на самом деле но наша партия из средиземья готова к любой напасти пряности прям повсюду валяются фрукты нам бы надо покушать наша партия голодает хотя хранитель знаний сыт какой-то степенью любовью но колбаску мы ему дадим для того чтобы у него был level up и прокачаем магию воздуха чтобы мы могли пользоваться шоковым ударом или вспышка как хотите называется еще одна пряность замечательно и серьезно подозрительно тихо бледный орех знаете вот эти вот горки мне кажется можно скопать на действительно камуфляж кочевника плюс 2 к защите плюс 1 к уклонению так но это у нас пускай год макаденит это барахло придется таскать и потом скинем на базе так сказать очень подозрительный сундук я напомню в этой игре очень много мимиков но я не думаю что это мимик скорее всего как только подойду к этому сундуку на меня нападут кстати пока я добирался до берега нашел по дороге два камня валялись видимо я как-то пропустил на поднял надо еще внимательно до осматривать водоем потому что тут могут быть эфирные водоросли маленькие крабики ползают главное чтобы больших не встретить вот это вот самое самое как у меня опасное серьезно всего лишь одна водоросль была либо я слепой какая-то нычка власти перекрыли проход из-за чумы поэтому я не мог доставить товар тебе лично я закопал все вещи у дороги прямо напротив приклятого оповещения о чуме от скорее всего про сундук говорится который мы с вами еще в прошлой серии случайно нашли я больше чем уже 22 камушка обалдеть черепашка черепашка хорошо пищу как-никак у нее кстати по моему хорошо действует шок а там еще черепашка черепашка значит хорошо работает я магией земли мы пока что не владеем вы не хотелось бы изучать данную стихию больно она слабая на фоне огня или воздуха так черепашка нравится еще брыкается запинали замечательно сырое мясо отдаем голому пускай таскает яйцо вот тут нужно кирка которую блин я не купил прошлой серии да хотя ресурсами для этого были но ничего страшного я думаю кирку мы еще с вами найдем пока что просто поставим вопрос и продолжим дальше исследовать что у нас тут папоротник пригодится тут и водоросли потихонечку у нас в мешке разрастаются т.ж.г.з. тут не хватает короче букв а куда этот спуск ведет а часовня забытого бога нифига себе так мы подождите давайте уже берег до конца зачистим и в принципе можно с этой стороны попробовать зайти она опять же мне нет факела блин может найду еще на рецепт профессиональные алхимические рецепты то есть нам рассказывают как дели делается противоядие антидот зелезащиты кровь тролля интересно пригодится кровь троллит вообще что-то новенькое следное зелье секретных кнопок вроде как нет и вас не припомню чтобы в игре вообще что-то подобное было грибочек и вроде как все до главное потом сюда на самом деле не забежать тут относительно тупик драться с противником будет ой как непросто ну давайте попробуем конечно открыть этот сундук но это очень похоже на какую-то замануку я вам на полном серьезе да 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 ну это логично 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 теперь конечно надо бы бежать отсюда пока не удается мне выбраться отсюда иначе просто нас там зажмут нафиг очень много гоблинов я бы сказал целый отряд гоблинов по вылазил тихонечку маленечку разберем это не такой уж прям серьезный противник на самом деле ну когда на зажимают у 24 урона нифига себе не серьезно противник когда она зажимают любой даже самый слабый противник может запинать вашу партию поэтому если много юнитов то лучше конечно правильное решение отступать то самое верное решение выпад какой-то маленький урон от выпада и как вы успели заметить очень хорошо работает сгорел хорошо работает магия воздуха и мышок это для них критический урон не понял от чего не нам погибают я просто вилках сейчас юнит сдох и это меня не радует потому что мне за него опыт не дали убивает что так нас хотят зажать нельзя допустить что на зажига не понял какую хитрополку выпадом не убьет ой хороший крит от короля гоблинов да ладно хватает энергии серьезно помришь жирный но он все он умирает он пытается убежать хотя контр-выпад предсмертный решил сделать там на самом деле очень много гоблинов было они все разбежались по локации сейчас конечно их надо будет всех отлавливать блин дротики вот эти все просто терял а сколько у нас было 8 вроде надо будет все собрать 7 это еще один вроде все нашли там по моему на каком-то уровне метательного оружия можно будет бросать бросать сразу два предмета то есть в данном случае мы бы бросали и дротик и камень патроны рыбный пирог очень питательный приравнивается мясному зеленый самоцвет и дубина это тяжелое оружие урон 6 319 учитывается сила перед ожидания 5 секунд это довольно долго есть особая атака сокрушающий удар в целом это лучше чем вот этот топор по урон но куда он конечно чуть подольше но все же все-таки возьмем эту дубину маску проголодаешься блин так тут никто не спрятался вроде нет просто каждого юнита я бы хотел убить лично сам они как-то он там сдох от чего-то я не понял чего сейчас там подохли они это как-то было очень-очень странно а к тому коробу нет потому пробегаете нельзя я просто вспоминая око атлантов там можно было зайти в корабль кошка загорелась так особо удар ты можешь использовать дубины на какой жирно черепашка мясо хорошо блин скоро у нас голову будет пригружен это прям меня не радует червячевка ужасно пахнущий алкогольный напиток я думаю не только питательность повышает но и какие-то атрибуты возможно в минус точность будет но будет много урона пока не хочу проверять не вижу смысла таких противников слабых применять а камушек возьмем пригодится на самом деле очень много камней валяется и тут кстати очень много черепа давай это какой-то ура 1 реально маленький урон ними до особо атакой вообще не впечатляет еще одно яйцо замечательно бедные черепахи все их яйца поотобрали понял откуда наползет она отсюда не хватает энергии для особой атаки ну-ка король гоблинов покажи 33 ну в целом неплохо у них она отступает она видите еще сырое мясо замечательно но про что я говорил видите все сразу наш был перегружен и теперь мы из-за него очень медленно передвигаемся значит камни пожалуй я скин черепашка чё загорел уже камни довольно тяжелые вот он испытывает голод для колбаски тебе блин очень мало мамы вы свои сбрасывал концентрацию прокачать в то же время надо бы и магию огня воздух качать плюс неплохо было бы воду стихи изучить замораживается в этой игре тоже приятно два куска щедрая черепаха попалась она такая красивая тем временем уже практически темно ни хрена не радует факела нету блин много яиц обалдеть дайте мне уже крафт что с этими яйцами можно готовить штаны которые дают плюс 2 к защите это голому три кошки отдадим хранителю знаний потом скинуть на базе потрепанный плащ это плюс 2 к уклонению пока что ни у кого нету плаща поэтому дадим нашему лидеру как по мне король гоблинов но он является лидер лидером наша партия какой-то закоулок подозрительные пряности блин вот теперь темно нужно присматривать дротик улетел на их на присматриваться кстати заметил только червокурни пряности растут бледный орех и молочник почему-то не вырастает либо там шанс какой-то крайне редкий что вырастет что-то из этого так кожный шлем это легкая броня плюс 4 к защите король гоблинов а шапку крестьянскую дадим голому голом у нас уже хоть что-то доодет это конечно прям радует вроде как тут больше ничего нету да блин было гораздо больше гоблинов где они неужели по локации все разбежались или они все пропали вот эту глыбу мне кажется можно разрушить хотя может быть и не прав на карте она изображена как ну типа текстура на секунду не поймешь что можно ломать а что нельзя так вот еще будет закоулок ну тут по-любому можно покопать будили доброе утро зомби дает неприятно но как и сказал очень поворотливый противник а значит потихонечку помаленечку запинать его можно главное вовремя уклоняться давай братов погибаю реально посмотрите какой же он жирный сколько ему урон уже в линию хоть бы вообще запинали и что он там охранял костяной амулет плюс один к силе слушай ну что могу сказать насилие специализируется у нас голум и король гоблинов ты у нас более как на ловкости идешь а значит придется это тебе дать это королю гоблинов хочу делать плюс один к силе ему нужно как раз таки блин в потемках хрен поймешь есть что-то там в кустах или нету о пенек здорово ой 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 год мах что-то может вот это урон крит под 90 так пустой свиток факел дай бог вам здоровья кто мне факел составит ботинки плюс 2 к защите сандалия он отдать хранителю знания то все пятки себе по чесал гриб вообще буквально за миллисекунду заметил хотел уже отвернуться это полезно гриб молочник еще я ладно готов пропустить а вот такой гриб с помощью которого в линхилку можно сделать я как-то вся не простил бы червак корень вроде как больше ничего и не до ну спасибо за факел и по мать заросли лучше убрать чтобы было место для маневра если здесь сейчас будет битва а в этой игре всегда надо быть на стрёме всегда нужно ожидать битву поэтому не удивляйтесь моим выражением а то есть зайти за этот корабль только с этой стороны можно вот по-любому я в этом водоеме пропустил водоросль это прям гадалки не ходи ну а фиг с ним пустил так пропустил медлить тоже как бы нельзя и в то же время гримрок это та игра в которой ты никогда не должен спешить но этот мод исключение он заставляет игрока двигаться как можно скорее не медлить медлишь для тебя же хуже будет опять сундук ну просто так никто вам его не даст открыть я уверяю вас здесь будет противник сзади 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 я услышала сколько вас тут двое не трое как минимум серьезно вот это я лоханулся это моя ошибка то что я позволил себе нажать но слава богу это гоблины был бы посерьезней противник меня бы в жопу поимели извини за выражение делать так лучше расслабился признаю поверил в себя так подождите сундук мы не будем пока открывается мало ли еще по вылазить нужно быть готовым ящики а еще один факел дай бог кому-то еще раз здоровья я не знаю конечно как можно пользоваться он же был в воде согласитесь он по идее должен был крым там надо было как их согреет но это уже ладно и заморочки не будем на цикле еще один червячовка кусок руды пушечное ядро три штуки золотой ключ замечательно еще один синий самоцвет прям нам срочно нужно на базу два золотых ключа плюс самоцвета есть куда вкинуть но я думаю пока не пойдем на базу сейчас мы с вами должны спуститься назад так как у нас есть факел назад часовню забытого бога да можно с этой стороны конечно зайти а может с этой зайдем нафиг нам туда идти кирки у нас там нету чтобы один проход прочесть зачистить правильно кирка была бы разговор был бы другой и вот тут еще кирка блин нужно ладно погнали в целом как бы эта локация зачищена сюда только за другой стороны можно попасть насколько я понимаю так тут мы открыли проход еще в прошлой серии над знак убрать поехали очень конечно жутко подземелье тут еще и морг по крайней мере было написано мертвая тишина нас встречает и еще один факел это прям вот знаете хорошо что я не купил факелы провиант требуется ключ собственность охраны и тоже имеется замочная скважина какая же огромная локация длинные коридора так ну давайте бегло изучать каждую стеночку на наличие секретной кнопочки я вижу скажем так выемку так можно выразиться куда должен прилететь фаербол или что-то в этом роде здесь какая-то загадка видимо только мученики будут навраждены ну допустим это намек чтобы пройти вот это испытание я должен быть мучеником что ли я должен получать урон или наоборот не получать урон материалы для церемонии кого-то надо будет это что-то вроде крематория или так понимаю подношение и это дверь я так понимаю что-то вроде с боссом основная дверь какая-то это мои догадки блин либо я слепой либо тут реально нету секретных кнопок я пока ни одну кнопку не обнаружил как вот в эти камеры попасть и а подожди там записи не похоже я разгадал тайну пути мученика но как бога ради я могу быть в двух местах одновременно чтобы это могло значить пока непонятно в двух местах одновременно опа кнопка секрет я так понимаю лишь тот кто чист сможет пройти еще один осколок замечательно давайте немножко паховым партия голодала еще одна отмычка письмец он так это нам нужно какой-то загадки пока непонятно вот эти буквы цифры нет ни о чем не говорит подождите-ка я насколько понимают эта кнопка запускает какой-то механизм я еще не до конца вот здесь изучил я должен удостовериться что здесь больше нет секретов и запускаем механизм и я как понял я не должен попасть под выстрел фаербол или что-то здесь будет летать ну а там мумии кстати за дверью хорошо я примерно понял что от меня они хотят надо будет уклоняться сейчас от выстрелов но это не сложно ага ядовицы выстрелы ну это слушайте довольно таки интересно задумали они а в частности разработчик придумал тут вечно нужно в движении быть и не попасть под выстрел не поверил в себя на самом деле это не сложно просто нужно вечно двигаться хотя у меня слегка какой-то мандраж присутствует боязнь попасть под удар сейчас пролетит блин не поверил то самое чувство когда ты в себя не веришь тут главное не спешите все получится давай еще замечательно если бы я попал под выстрел я так понимаю вот эта дверь бы закрылась здравствуйте что-то сзади открылась или спереди или спереди какая-то стена я что-то не послушал ты что попасть не можешь что ли он попал он видимо полгодного пытался попасть но никак у него не получалось я просто пытаюсь прислушаться что-то открывается что-то закрывается здесь не пойму где голум level up видите как он пошел вперед это благодаря как раз таки вот этой подвеске все алхимия до пятого уровня замечательно теперь в теории он может создавать ага песеном по губам может создавать да действительно алхимию разработчику режу нужно какие-то специальные книги покупать чтобы я мог создавать большие изделия и бомбы потому что видите не получается хотя в оригинале по идее он уже должен создавать железный ключ пригодится так ну погнали дальше часовня очень большая прям можно даже запутаться в целом кстати мы можем на базе купить свиток стоит ли она того фаерболл на дистанции прям очень полезная способность и уже в целом мы можем применять фаерболл 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 кружить и ребятки мы не с тем связались они очень медленные и на самом деле очень сложно меня окружить это один из самых медленных противников в игре даже черепаха делает выпад чего не умеет делать мумия хотя вот опять же черепаха это такой противник самый там легкий в какой-то степени в какой-то степени полезный так как мясо выпадает есть конечно еще улитки в этой игре они тоже являются полезными мобами так как с них мясо может выпасть так тут какой-то рубильник я пока его не хочу дергать энергетическое зелье шапка ну шапку можно дать как раз таки хранителю знания все у нас все одеты конечно это не доспехи но тоже неплохо говорится на том спасибо давай вернем за рычаг и еще в итоге ага и за мной двери закрыли фига себе ёпта вот это внезапно на них очень хорошо действует шок этих рыцари представляешь ой 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 дело плохо ой 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 дурачок куда же я лезу а вот знаете отвык отвык от этой игры и допускаю такие вот очень детские ошибки хотя вот не нужно спешить блин я так могу еще потерять бойцов перебегаем а там наверно а не как бы и не закрыл бы эту дверь мне пришлось бы как-то перебегать перебегать но все равно а тут тоже рубильник блин тут надо успеть как-то если я посплю все есть захотят оу скоро кстати у короля гоблинах будет level up так и неплохо было бы нам подкрепиться опять фух так ну давай попробуем длинный коридор блин там возможно есть какие-то секретные кнопки ну как тут их проверишь когда тут шар летает назад 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 потому что там интересно попало по нему там еще один рыцарь как минимум как ману восполним хилку на применять все-таки хотя может быть и не обязательно я просто боюсь что там еще один да там еще один хороший урон прилетел я не попал и он простили друг друга ну давай давай ходи не хочешь ходить значит я буду нападать не я уж так делать не буду вот видите про что и говорил на поворотах очень хорош он просто подлавливает все разобрались кое-как блин как эту систему отключить я хочу проверить этот коридор на наличии секретных кнопок честно так ну на слово лап год мак давай-ка наверно в точность прокачаем его от себя продолжим в броню чтобы если что потихонечку тяжелые доспехи у нас появлялись мы выдавали гоблина неприятные локации на самом деле вот это особенно когда-то отвык от игры письмецо и да вся моя ситуация описывается одной буквы там мумии издеваешься как и должен был успеть пока она откроется дверь я по-любому получу урон а подожди стрелять закончил почему-то то есть нажимная плита прекратилась стрелять вот кстати это очень такой неприятный прием когда используют по одному их пачка это тоже опасно когда их четверо мумий но по одному это тоже очень хитрый прием чтобы противника скажем загнать в ловушку чтобы кружили блин у голума явно с точностью проблемы надо его в точность вкачивать метательное оружие подождем все запинали бедолах так раз снаряды больше ядовитые не выстреливают я хочу посмотреть есть ли тут кнопки секретные погоди а тут какой-то проход пакево сейчас догорит не ну слушай либо я слепой либо тут кнопок нет тут какой-то проход открылся я понял это сквозная дверь мы пришли отсюда а тут выход на поверхность то есть можно как-то выйти с другой стороны сиропа письмо р так факел все серьезно есть один факел дал ты перегружен уже так посмотрим куда мы попадаем а вот про что я говорю мы вот теперь с этой стороны и что у нас тут интересненького требуется ключ это что-то вроде быстрого перемещения будет я так понимаю вот сто процентов только надо будет найти такой ключ где-то такая система была в хрониках ксена туманной балл ее перд театры да здравствует комары вон вижу пауки грибы мухоморы жабы жабы неприятная токсичная локация сказал нахер она надо я не хочу туда идти но когда-то придется пойти туда увы так ладно возвращаемся назад мы тут еще не все зачистили ну вроде как кнопок больше нет одна кнопка на всю локацию как-то печально согласитесь череп это хорошо плюс один к силе голому а вот и кнопочка не понял появляется портал я похоже понимаю к чему все это портал вот этот переместит ядовитый шар вот сюда да где-то мумия здесь откроется какая-то дверь видимо давайте по-быстренькому запинаем ой как я вот сейчас я тупанул вспышку заранее использовал еще неплохо бы крит конечно прокачать особенно голуба потому что он должен критовать своим метательным я думаю ман восполнять не будем против такого противника жалко зелек для нас этот противник уже явный аутсайдер в данном этапе что же они охраняли в этой камере ключ еще один железный ключ ну мы видели замочные скважины я примерно понимаю куда нужно использовать вот эти все ключи ага это мы насквозь прошли эту локацию я понял же жопа да так ну получается мы должны сейчас по новой активировать всю эту систему и потом включить портал правильно для начала конечно мне прям очень интересно что то здесь материалы для церемонии тут рычаг письмо с блин да я вот спорим еще один факел замечательно видимо несколько рубильников уузили воскрешение редкий предмет синий самоцвет чтобы начать церемонию воспоминания надо еще три добудьте их любой ценой что значит еще три это о чем то говорить нам пока ни о чем вообще непонятно что значит еще три у удивительно что в камерах нету противников вообще кинжал кинжал плюс один что это значит я впервые такое описание вижу легкое оружие урон 4-12 плюс ловкость плюс 6 к точности очень маленький колдаун 2.5 и особая атака бросок это конечно лучше рапиры скажу я вам у нас все равно рапира специализируется на силе а как я и говорил годмах он ловкач опять же рапируем выкидывать не будем потом скинем на базу вот видите урон сразу поприятнее стал хотя и так годмах рапиры вы видели какой урон наносил еще один рыбный пирог рубильник пустой свиток энергетическая зелья прекрасно блин а сколько сколько мне еще ключей получается надо найти там сколько камер было жесть запутаешься здесь нафиг ну там попробуем запустим шарманку да и как то нужно портал вовремя активировать потом погнали всегда нужно быть в движении а теперь наскать же тут могу пройти точно я думал не по науше всю эту свистопляску так а сюда шар вообще прилетает походу нет а как мне сделать что он прилетал наверное надо встать на нажимную плиту а может быть наоборот и деактивируем ну-ка походу я деактивировал ток или погоди вот пошла шарманка получается вот эта плита она отключает но еще один выстрел она успела сделать блин дурак ой дурак ой дурак ой дурак стою такой радость объясняю как эта система работает я понял запускается я не знаю зачем я эту кнопку нажимал я думал она как все запускает запускает вот эта плита блин суть понял но тупанул бывает и вот сейчас еще один шар полетит и тут портал надо и вот видите он его перемещает им попадаем в цель открывается проход и что куда это мы попали погоди-ка заметка лишь голубые глаза могут видеть во тьме только голубые камни могут вернуть зрение а куда не я понял всю суть вот эти синие самоцветы куда-то нужно вставлять а куда непонятно это секрет зеленый самоцвет что и свиток а два или пять или девять продолжаем где шарада блин странные собирать ядовитая стрела магия второго уровня с изучим плюс два к энергии я не вижу смысла свитки покупать вообще это глупо а это мы вернулись теперь мы тут были нас приместило правильно а этот рычаг деактивирует портал я так понимаю камера обработки трупов а вот тут мы не были святая вода я честно говоря даже не знаю можно ли ее выпить и она влияет на атрибуты также или это как какой-то квестовый ключевой предмет вот в чем вопрос там рыцари да да прекрасные рыцари ну давай красавчик попробуем потанцуем не вот с кинжалом поприятнее игра конечно стал 2 и 5 это круто хотя 5 урон сейчас был у меня 17 прекращает это бросок попробуем 4 ну это конечно рыцарь витуту что зато мне тридцатку нанес совсем дурак что ли это рыцарь в доспехах поэтому опа еще один железный ключ замечательно и что же вы охраняли череполом это тяжелое оружие 7-22 плюс сила в учет 4-5 кулдаун особая атака рубка но это лучше чем дубина в любом случае даже тут нет смысла разговаривать еще один товарищ лежит мне кажется с ними что-то надо делать может быть на них какие-то там ритуалы проводить а там хрен его знает ученик внезапно ах ты я не знаю как я попал я думал блин мансанул мансанул опять не попал 46 крита не слушайте что-то может редко но метко где там этот лучший а не могу использовать на него кстати шок не работает видите не красный индикатор урона хотя на удивление он такой же мертвец как блин и тот же рыцарь а если я вот так 9 конечно смешно давайте посмотрим что тут они охраняли а можно закрыться тут если что ледяная бомба хуже 2 у нас прекрасно круглый ключ я в принципе знаю куда его использовать г в прошлой серии мы видели дверь с круглые замочные скважины по идее можно возвращаться в портал хотя вот тут две двери а у нас сколько у нас один железный ключ где-то еще один надо найти ладно возвращаемся тогда включим портал переместимся да вот тут мы и были как раз тут надо использовать круглый ключ кирки у нас нету тут завал блин зараза кирка конечно позарез нужна еще какой-то портал вы меня запутали вообще нафиг синий самоцвет очень много синих самоцветов на самом деле целебное зелье письмо а вы заколебали скажите мне слово и все кстати может туда останки мало ли я проверил уж больно подозрительно пьедестал а серьезно нас просто переместили отсюда ну это ж типа что-то вроде выход из локации ну подожди там есть закрытые двери и у нас есть железный ключ поэтому предлагаю вернуться блин вот могли бы кирочку дать какую-нибудь а удобно что на карте обозначаются где порталы это на самом деле удобно чтобы я не путался и знал куда мне нужно идти так вот мы вернулись назад теперь надо деактивировать этот портал а деактивировать я только с той стороны что ли могу вы серьезно и так вот я и зашел с другой стороны в эту часовню забытого бога потому что там не мешал портал чтобы попасть к вот этим дверкам либо я попросту пропустил рычаг который деактивирует этот портал но чтобы сэкономить время я вырезал этот момент собственность охраны тут у нас еще один щит ну честно ровно нафиг не нужен на базе скинем это тяжелый сет древний шлем плюс 6 к защите как я и сказала пока что тяжелую броню никто таскать у нас увы не может сандалии нам конечно же не нужны но все уже а вот плащ из отраны возьмем плюс 2 к уклонению опять же надо бы подкрепиться тут потихонечку смотрите как все жирно разрастается да и кушает особо смотри нечего а это намек что надо возвращаться на базу окорок вот отдадим королю губинов самый вкусный но не самый питательный факел почти прогорел тут у нас патроны и еще два дротика замечательно не зря я сюда зашел целебное зелье товарищ наш перегружен отдай тогда руду гоблину и вроде как больше ничего и нету но мы с вами не нашли один ключ а что если попробовать использовать отмычку серьезно отработает офигеть рецепт чтобы правильно закоптить рыбу просто достаточно костра чтобы дым приобрел необходимые свойства нужен червокорень ага то есть с помощью червокорня можно приготовить грубо говоря жареную рыбу лесную говорю ну это опять же какой-то напиток питательный в каком-то смысле но он влияет на атрибуты я думаю в ближайшее время мы это проверим и убедимся хлебушек о о гоблинов это все твое гнилье ты любишь говорится кушать я так понимаю это последний рычаг у срочек весьма питательный червокорень колбаска все больше тут вроде как ничего и нету да по идее вот эта дверь теперь открыта насколько я понимаю опа погоди блин дайте я урон приму чтобы просто отключилась уже эта вся система серьезно а что не отключается а вот теперь все странно как-то это работает да действительно открылась дверь ой 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 вот эти моллюски это конечно враг очень жирный в каком-то смысле сильный но очень неповоротливый на дистанции бросаются путами тьмы я так понимаю это босс файт будет как только возьму самоцвет ну к этому мы с вами самому вкусненькому возьмемся уже в следующей серии а пока надеюсь вам понравилась эта серия подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии ну и всем удачи всем пока пока